Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Развитие транспортной схемы, очистку улиц от снега и границы Есенинской Руси. Самые острые вопросы, прозвучавшие на прямой линии с губернатором. Самый умный и самый сильный. Расскажем о вице-чемпионе по шагбоксу. Город развивается и нужно, чтобы транспортная схема развивалась вместе с ним. Сейчас идет разработка новой транспортной схемы. Есть разные сценарии, обсуждаем их. На следующей неделе будет совещание, где разработчики представят результаты. Город и Минтранс вместе их изучат. Как выберем подход, должен появиться план действий с набором конкретных шагов. Такое заявление сделал глава региона Павел Малков во время прямого эфира. Начали с вопроса общественного транспорта. Помимо этого, обсудили и очистку дорог от снега, строительство в Есенинской Руси и не только. Парк общественного транспорта обновят. Об этом заявил губернатор Павел Малков. 10 троллейбусов уже приобрели, еще 10 поступило из Санкт-Петербурга. Состояние хорошее, они уже на линии. Плюс 10 купят до конца года. По госпрограмме на условиях льготного лизинга приобретут 47 новых автобусов. Но уже в следующем году. Помимо этого, активно обновляются и школьные автобусы, автомобили скорой помощи и коммунальная техника. Павел Малков добавил, что ему важно, чтобы город стал по-настоящему красивым и комфортным. Следующий вопрос, прозвучавший на прямой линии ремонт дороги к деревне Акулова, по которой летом в пожары ездила спецтехника. Ремонт будет, заявил губернатор. Дорогу унесли в план на 2023 год. Дорогу отремонтируют не только там, но и в Диулино, где был развернут противопожарный штаб. Прозвучал вопрос и про семьи мобилизованных. Если говорить про поддержку мобилизованных и их семей, это наш наивысший приоритет сейчас. За каждой семьей закреплен куратор. Через них держим оперативную связь, решаем все возникающие вопросы. Действует определенный набор мер поддержки. Здесь и выплаты, и первоочередное зачисление детей в детсады, бесплатное питание в школах, путевки в санатории по окончанию службы юридической помощи и некоторые другие вещи. Спросили про качество моста через Акул. Павел Малков ответил, что сейчас ищут виновных. Решать вопрос кардинально можно будет только после строительства моста-дублера. Поговорили и об уборке улиц. Глава региона заверил, что сейчас подходы к уборке меняются. Закупили новую технику, выбрали дополнительный полигон. В общем, говорит, этой зимой будет лучше. Другой вопрос – пересмотр границ Есенинской Руси. 42 населенных пункта охвачены ограничениями на строительство и реконструкцию. При этом нельзя позволить застройку красивых мест и видов, добавил губернатор. Должны быть учтены и потребности жителей в развитии территории, и задачи сохранения есенинских мест. Мы ведем уже консультации с экспертами, делаем заключение, в том числе будет заключение государственной историко-культурной экспертизы. Должно быть найдено конструктивное решение всей этой проблемы, проработанное со всех сторон. Старт этой работе я уже дал, она уже ведется. Сейчас готовим варианты развития территории. Поэтому в течение следующего года мы постепенно, поэтапно будем этот вопрос решать. Вновь на прямой линии спросили о трамвае. Павел Малков ответил, что вопрос этот поднимался и на федеральном уровне. Однако трамвай – самый дорогой вид общественного транспорта, поэтому пока о нем говорить рано. Спросили и про топ-5 мест Рязани, которые губернатор посоветовал бы друзьям. Павел Малков назвал центр города, усадьбу Худякова в селе Ерлино, музей-усадьбу Скобелева в Александроневском, Константинова и Крутицы. Однако объектов гораздо больше добавил Павел Малков. Все вопросы, которые в прямом эфире так ответа и не получили, зафиксируют и передадут профильным службам для детального изучения. В последнее время возникает множество гибридных видов спорта. Они призваны увеличить зрительскую аудиторию, совместить наибольшее количество умений участников и повысить увлекательность соревнований. Не стал исключением шахбокс – новая спортивная дисциплина, сочетающая в себе все лучшее от шахмат и бокса. К слову, в нашем городе живет вице-чемпион мира этого года – Александр Смирнов. Александр Смирнов начал спортивную карьеру по меркам единоборств довольно поздно. На его пути были бокс и ММА. Некоторое время назад он узнал о шахбоксе, выучился играть в шахматы и остался в этом направлении. В Советском Союзе играли в шахматы, ну, боксеры в шахматы. Связь с шахмат в стратегии и тактике. В интеллекте, наверное, все-таки. В развитии интеллекта. Здесь надо думать, и там, соответственно, надо думать. То есть схема, уменьшение по этим виду спорта можно сказать, да? Ну, как на войне. Шахматы – это же игра военная получается, да? Ну, бокс – это тоже такая же война, там, в ринге только. Изобретение шахбокса преследовало благородную цель. В обществе существует стереотип, что бойцы, вне зависимости от вида единоборств, так часто получают по голове, что весь интеллект нещадно выбивается. Шахбокс позволяет развеять этот миф, продемонстрировав, что личность может быть гармонично развитой. Поединки по этому виду спорта официально проводят с 2003 года. Энки Билан, получается, это был… он фантаст, он рисовал комиксы. Вот… Имблил. Почти, да. А это Ипи Рубин, который непосредственно… он перформансы делал, он художник сам по себе такой. Ну, и активист, получается, спортивный. Ему очень нравилось вот… По прочтению книги ему понравилась очень идея. Там у него в комиксе, получается, какая-то планета, и там было сражение между двумя вот этими человеческими, какими-то роботами, что-то, вот по шахбоксу. Вот правила. Правила были там уже и описаны в этом, в комиксе. Ну, а Ипи взял это. И это, кстати, первый был у них бой между друг другом, друзья, да. Первый бой шахбокса. Постепенно вид спорта стал входить в массы. В этом году чемпионат мира прошел в Турции, в Анталии с 12 по 17 ноября. Рязанский спортсмен стал вице-чемпионом. Чемпионом стал француз, вообще очень хороший. Ну, и ребята вообще адекватные. И не хватило шахмат, знаний. Да, прямо оказался он достаточно серьезный, наверное, на уровне мастера, наверное, по шахматам. Серьезно, хороший, там, ну, проиграл по времени, не хватило времени, ну, и там и вариантов-то не было. Сразу в первом, получается, раунде, прораззевнул этот ферзя, ну, и все это хом-хомом катится и не получается сначала. В России шахбокс определенно прижился. Вот и Александр активно продвигает его в Рязани. Дети, которые приходят в секцию, непременно изучают еще и азы шахмат. Вообще, да, если честно, заставляю всех играть. Не всех заставляю выступать там в ринге, там, да, ну, а в шахматы, это как математика, какое-то, да, развитие нейронных связей. Ну, и полезно вообще для учебы. Вот, поэтому в шахматы играют все, хотя бы, ну, обучение на базовом уровне, так же, как и в боксе. В следующем году чемпионат мира пройдет в Италии, на острове Сицилия. Будем болеть за рязанского спортсмена. День матери – это международный праздник в честь матерей. Традиционно отмечается в 3-е воскресенье ноября. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. Вот и в Рязани активисты молодой гвардии решили поздравить матерей в роддоме номер 2. Поздравляем вас с Днем матери. Спасибо. Дерите цветочки, держите вам подарочек. Вот, счастья вам, здоровья, растите. Поздравляем с рождением ребеночка у вас. Ольга Фетисова – многодетная мать. Это ее пятый ребенок. Мальчика назвали Тимуром. Родился он всего пару дней назад. И сегодня, в День матери, она, как никто другой, заслужила поздравления. Спасибо большое за подарки. Нам очень приятно. Я поздравляю всех мамочек, всех с праздником. Желаю крепкого здоровья. Активисты Рязанского отделения молодая гвардия партии «Единая Россия» провели акцию в роддильном доме номер 2. Поздравили женщин, которые стали матерями как в первый раз, так и тех, кто, что называется, со стажем. Акция очень душевная, добрая, поэтому всем, естественно, мамам приятно. И внимание наше, и забота, и небольшой букет цветов, он, конечно же, приятен всем. Поэтому мамы благодарят, улыбаются. Также к акции присоединился депутат городской думы Роман Евгеньевич Худяков. Он передал свои слова благодарности и также небольшие сувениры для наших мам. Акция ко Дню матери традиционная. Поздравляют и тех, кто выписывается. Встречают с цветами и подарками на входе. Я хочу сказать большое спасибо за то, что вы пришли в наш роддом. Поздравили молодых юных матерей с Днем матери. Это очень большое звание для любой женщины. В утро воскресенья уже родилось двое малышей. Днем ранее, говорят, пятеро. Родов много. Родильный дом номер 2 обслуживает как город, так и районы. С праздником. Спасибо. Поздравляем. А вас, я не спросил, у вас же первые, да, ребенок? Да, у меня первые. Родильный. Тоже девочки. Надеюсь, скоро на меня будет поздравлять. А как назвали? Ниночка. Ниночка. Активисты регионального отделения молодой гвардии проводят несколько акций в год, приуроченных к праздникам, при том как в городе, так и в области. Активисты рассказали, что каждая такая акция душевная и приятная всем. А это самое главное – дарить положительные эмоции. Валерий Седов, Данил Пилипенко, телекомпания «Город». Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное – качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» снова в Рязани. На ярмарке у ТЦ «Премьер» можно приобрести рыбные деликатесы холодного и горячего копчения. Чивыча, палтус, нерка, омуль – более 35 видов рыбы, холодного и горячего копчения, а также слабого посола на том же месте. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет, да и свежестью та отличается от этой. Вечерующий аромат так и манит к прилавку. Чивычу любят за неповторимый вкус и свежесть. И палтус, и белорыбец, и красная икра вкусная. Не то, что в магазине продают в баночках. И икру, рыбку красненькую, вкусненькую. Почему здесь покупаете? А потому что всегда вкусная и свежая. Также в ассортименте мобильной ярмарки икра натурального посола. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами, а еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и сил. А также активизируют обмен веществ. Второй раз я только икру. Очень хорошая. Я не люблю в банках, потому что там неизвестно что. А здесь вот, ну мне нравится. Ну я уже брала, да. И поэтому я болела. Брала я тогда, когда я болела. И очень тяжело. И я что-то каких только лекарств не пила. Купила икры, наелась. Я рублей на 500, наверное, сразу съела. И пошла на поправку. Не первый раз приобретаю икру. Качество, ну соответственно цены, качество вполне достойно. Будем так говорить. Икра вкусная. Свежая. Видно, что свежая. Это прям по вкусу. Съедим, думаю, до Нового года. А на Новый год еще варим. По лакомице приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 3 декабря включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбкой ждет вас. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 28 ноября по 3 декабря. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова